Всем привет дорогие друзья, с вами First One, а это очередной выпуск, посвященный игре Туземцы ВКонтакте. Итак, как всегда в начале мы собираем то, что у нас накопилось и было произведено. Я уже построил несколько лесопилок и у нас есть уже свежая партия досок. Вообще я уже досок скопил немало, но за кадром как-то не решался строить новые постройки. Будем сегодня заниматься этим делом вместе, соберем также продукты питания, золото. У нас как раз есть задание, где нужно собрать несколько баров, ну точнее найти гитару. Будем надеяться, что сейчас повезет. Так, гитары нет и опять же нет гитары, но что-то нам пока что с гитарами не везет. Также соберем Дина и покормим их. И я рад вам сообщить, друзья, что в этом выпуске мы наконец-то сможем проявить себя в качестве рыцарей, спасти нашу Туземку-советчицу. Ее вот здесь вот держат в этом доме и мы наконец-то можем расширяться на восток. 7500 золота нам на это потребуется и у нас остается 8900. Получаем награду и целую кучу территории, которую нам сейчас придется расчищать. Так, вот нам Аврора кричит, помогите, меня заперли здесь. Ты напросился на неприятности, готовься умереть. Так, ну что ж, на нас тут уже Туземцы покушаться готовятся. Так, здесь мы справились, что еще там нападают. Да, вот сейчас два Туземца появятся и здесь, господи, да они со всех сторон. Давай, динозаврик, уничтожь этого, а мы уж справимся с тем. Ну или ты сам сбегаешь туда. Ладно, сами справимся. Не будем ждать, пока его настигнет Дина. Так, где тут парень с вилками и ложками, не могу на него нажать. Вот, нашел его. Ты тоже иди в баню. И ты иди в баню. Также соберем еду, которая у нас тут готова. Еды нам сейчас, наверное, потребуется немало, чтобы произвести все работы. Так, ну и по поводу работы. Для начала, наверное, надо освоить новые континенты. Давайте возьмем вот эти сундуки золота, в них, наверное, много провизии. И будем расчищать помаленьку, по чуть-чуть все остальное. Новые участки, как правило, всегда заросшие, поэтому у нас много свободных рабочих. Всех их сейчас отправим сюда, пускай работают. Так, и у нас есть тут еще один ягодный куст. Это очень хорошо. Мы его сейчас сможем перенести туда, к нашим остальным кустам. Единственное, что у нас тут нет свободной клетки. Ну, можно вот этот котелок переместить. Так, пускай стоит пока что где-нибудь... Так, а где нам тебя поставить? Так, давайте вот так. Там так нам будет нагляднее. Ну, вообще, зачем нам вот здесь вот этот кусочек дороги? Можно бы его сюда поставить вместо дороги. Вообще, дорога вещи не особо нужные. Ничего она нам не дает, поэтому дорогу мы убираем. И теперь котелок у нас будет стоять там. Ну, пока что временно, пока мы не найдем ему другое пристанище. А туда, в уголок, мы перетащим новый куст с ягодами. Так, отлично. Теперь мы можем продолжить расчищать нашу новую территорию. Так, здесь куча деревьев, которые надо срубить. Клады, камни, все это надо расчищать. Я не люблю, когда много хлама. Так, на эти завалы нам потребуется 1 час. Да, это, конечно, долго, но их тоже надо убирать. Но я пока что не буду торопиться. Нам понадобятся сейчас рабочие для постройки зданий. А завалы я смогу расчистить потом за кадром. Так, ну вот и отлично. Новая территория выглядит уже чистенькой. Теперь давайте приступим к постройке. У нас есть задание, в котором нам нужно построить уютный дом. Также есть задание построить лавку торговца. В ней мы, наверное, будем зарабатывать еще больше золота. Кстати, по поводу золота. Вот помните, мы построили бани, которые, казалось бы, приносят 1800 золота. Это куда выгоднее, чем логово Дина, которое приносит максимум 1200. Но зато посмотрите, обратите внимание, за 3 часа логово Дина производит 1200, при этом требует всего одного рабочего. А вот купальня, чтобы произвести 1800, требует двух рабочих. То есть, получается, маленько невыгодно. Два логово Дина тратило бы тоже два рабочих и производило бы 2200. В этом плане выгоднее. Хотя, ну, тут можно одного рабочего отправить на 2 часа и заработать 1100. Но вот, наверное, с новой лавкой будет еще выгоднее. Давайте попробуем зайти в меню, найти ее и построить. Так, а мы не можем ее построить. Нам нужно выполнить какое-то задание. Непростые условия. Так, ну ладно, что ж, будем надеяться, что со временем мы по сюжету продвинемся. А пока что мы можем построить уютный и даже дорогой дом. Но для дорогого дома нам потребуются кристаллы. Может быть, как раз настал тот момент, когда я потрачу свои кристаллы. Итак, уютный дом. Потому что рабочих мне действительно ужасно не хватает. Такой немаленький, большой, уютный дом. Так, ну, пускай будет пока что, может быть, может быть и здесь. Рядом с другими домами. Мы можем построить сразу несколько уютных домов. Ну, пока что я поставлю, где придется. А потом мы уже будем, наверное, перемещать здание как-нибудь по фэншую. Так, уютные дома готовы. Я думал, что можно еще и дорогой поставить. Но смотрите, больше я дома строить не могу. Мне нужно теперь поднять уровень счастья до 18. А для этого нужно строить вот такие здания, такие как котелок. Но котелок, правда, много не добавит. Хотя, смотрите, он добавит 30, и мы сразу поднимемся на 17 уровень счастья. Давайте где-нибудь один поставим. Например, вот здесь. Ну и еще парочку рядом. Так, ну что ж, наши дома строятся. Скоро у нас будет куда больше людей. Это очень хорошо, потому что сейчас мне рабочих никогда ни на что не хватает. Ну и, наверное, в будущем не будет хватать, потому что все больше новых построек, где требуется рабочая сила. И у нас есть много досок. Мы могли бы даже сейчас уже заняться улучшением наших складов. Но давайте сначала посмотрим. У нас есть еще 7900 золотых. Может быть, мы можем открыть сразу какую-нибудь территорию. Сколько они стоят? 30 тысяч. 10 тысяч. А вот это с самолетом... Тоже 10 тысяч. Ну нет, похоже, придется покопить. 400 тысяч. Да, придется копить. Ну что ж, тогда давайте будем отправлять рабочих, добывать те ресурсы, которых нам не хватает. Меньше всего у нас сейчас досок. Ну и, конечно же, еды. Так, ребята, сначала отправим рабочую силу на поля. Осталось у нас два доступных рабочих. Ну, пускай улучшает какой-нибудь склад. Я люблю все улучшать. И через 6 часов у нас будет склад третьего уровня. Емкость 1450. По-моему, неплохо. Ну вот и все. Всех рабочих мы заняли. Так что давайте встретимся с вами чуть-чуть позже, когда они освободятся. Ну вот, друзья, мы и выполнили практически всю работу. Так, что тут нам профессор звонит? Профессор на связи. Нам удалось отследить координаты одной аномалии. Исследуй на северо-востоке от деревни. Наверное, они вот про этот... А, может быть, про этот пруд. А может быть, вот про это здание. Не знаю, о чем он именно говорит. Но, тем не менее, мы открыли новые технологии. И, наконец-то, спасли нашу туземку. Она нас поблагодарила. Сказала, что мы ее рыцари и герои. Так, и у нас нету совсем еды. Но это ничего. У нас ведь тут целая куча полей созрела. Да и плюс к тому есть кусты и ягодные. Так, давайте пока что все соберем, что мы добыли непосильным трудом. И маленько расчистим мусор над территорией. Так, наверное, заодно распределим рабочих на тяжелые работы. Будем убирать эти каменные кучи. Ох ты, е-мое. Целых три рабочих надо потратить, чтобы убрать каменную кучу. Ну ладно, куда деваться. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше. И в итоге у нас почти не остается рабочих. 7 из 17 доступных. Так, на что бы их отправить? Вообще, по-хорошему, нужно было бы их отправить добывать еду, потому что у нас еда подходит к концу. Но давайте сначала посмотрим, открылось ли для нас какое-нибудь новое строение. Среди домов нет. Среди добычи ресурсов тоже ничего нового. Ну, разве что апельсиновое дерево. Да к чему оно нам? Так, лавка торговца тоже пока недоступна. Давайте тогда посмотрим остальные задания. Так, собрать пять табличек с уютных домов. Построить школу. Самое главное у человека и его ум. Если мы хотим, чтобы деревня развивалась, нужно построить школу. Так, школа. Ну, для этого нужно тоже какой-то квест пройти. А, как раз собрать эти пять табличек с уютных домов. Что еще? Собрать доход с уютных домов. Ну, ничего особо сложного. Расчистить завалы. Ясно. Пока что у нас нет каких-то таких отдельных заданий. Разве что вот гитару надо добыть с баров. Давайте пару рабочих займем в баре и будем надеяться, что нам на этот раз выпадет гитара. А всех остальных отправим на добычу еды. Так, еда уже добывается. Чего нам еще не хватает? Со всеми остальными ресурсами более-менее все в порядке. Так что давайте, наверное, отправим рабочих добывать золото. И тогда мы в скором времени сможем открыть вот этот участок. Хотя не сказать, что нам сейчас не хватает земли. У нас все-таки уже так много секторов и так мало строений. И, наверное, чем больше земли мы откроем, тем больше мусора придется постоянно убирать. Ну ладно, друзья. Все наши рабочие заняты. Давайте подождем, пока они освободятся и тогда продолжим. Итак, друзья. Наконец-то мы доделали все работы. Так, тут на нас нападают. Где? У меня еще игра не совсем прогрузилась. А нас уже бьют. Так, давайте встретим захватчиков. Все отлично. Прогнали 50 мурлордов. Получили ачиву. И так, все свободные у нас... Все рабочие у нас свободные. Все доделалось, все достроилось. Можно теперь маленько для начала мусор, наверное, расчистить, а потом заняться какими-то другими делами. Также мы попутно выполнили несколько заданий за то, что расчистили тут завалы. Так, здесь кажется все. И вот здесь в углу у меня постоянно клад появляется. Это как постоянное место с кладом. А, я в прошлый раз забыл яму брать, поэтому сейчас клада не будет. Ну ладно, собираем прибыль с наших домов. Также соберем прибыль с наших логово Дина и баров. Будем надеяться, в этот раз нам выпадет гитара. Вот она, наконец-то, последняя гитара. Мы получаем уровень и выполняем заодно задание. И что нам теперь? Доступен какой-то новый дом? Что ж, очень хорошо. Так, просили и для этого готовят бодрящий напиток кофе. Я научу тебя. Так, у нас появляется все больше заданий. Чем больше заданий мы выполняем, тем больше появляется. Кстати, у нас вот тут, кажется, есть задание открыть территорию самолетом. А, исследовать место падения. Но для начала надо территорию открыть. Сколько она стоит? 10 тысяч. Такие деньги у меня есть. Давайте расширимся. Отлично. Получаем ачиву за открытие трех территорий. И теперь, наверное, сюда придется целую кучу рабочих гнать на работу. Смотрите, здесь какие-то камни, здесь золотые жилы и на нас нападают какие-то местные племена. У нас, кстати, совсем нет еды. Всего лишь-то 110 осталось. Надо что-то с этим делать. Так, мурлорды не только повредили батискав, но и растащили все, до чего смогли дотянуться. Я начну сканировать местности сообщу тебе обо всех предметах, которые могут пригодиться в починке. Ясно, нам, видать, придется весь остров открыть, чтобы починить батискав, потому что мурлорды все растаскали. Так, ну давайте для начала соберем еду. Нам она сейчас понадобится. Соберем также наши кусты еды. И вообще соберем все, что можно. Так, что у нас еще есть? Окажется, вот больше ничего и нету. Я мало, что на производство ставил, потому что у нас большинство рабочих было занято тем, что улучшали дома и строили новые. Ну ладно, давайте приступим к тотальной расчистке новой местности. У нас тут есть какие-то золотые кучи. Так, но до них еще добраться надо. Для этого нужно убрать другой мусор. Так, и у нас есть еще один кустик с ягодами. Мы его поставим... Я даже не знаю, куда мы его поставим. Мы его, наверное, поставим вместо вот этого котелка, а этот котел куда-нибудь все-таки уберем. Ну, пускай пока что стоит где-нибудь вот здесь вместо дороги. Потом мы разберемся, что с ним делать. Так, этот куст, наверное, неудобно будет собирать. Он как-то за баней спрятан. Так, ребята, расчищаем, рубим лес. Еще одна куча камней. Один рабочий на один час. Ну что ж, пускай приступает. Сейчас мы доберемся до самолета. Мы, наверное, уже до него добрались. Единственное, что меня смущает, это вот эти большие горы, из-за которых ничего тут строить не получится. Так, отлично. Похоже, мы отправили парня собирать золото. Давайте вообще посмотрим, где у нас золото. А, я не вижу что-то золото среди ресурсов. Может быть, вот это, конечно. Не знаю, что это. Ну, давайте их на вторую кучу кого-нибудь отправим. 50 еды нам это стоило. Будем надеяться, что оно того стоит. И давайте, наверное, направим кого-нибудь к самолету. Так, чтобы исследовать самолет, нужно 4000 золотых. У нас, к сожалению, сейчас таких средств не имеется. Так, разобрать дом врага 1000 золотых. У нас такими темпами скоро еда кончится. Давайте уже сейчас начнем посадку. Пускай она будет недолгой. Вот, засадим на 3 минутки. Или нет? Это мало. Ну, на 30 минут это уже много. Ладно, посадим арбузы везде. Так, и продолжим чистить нашу территорию. Смотрите, наши ребята, похоже, собрали золото с этих камней. Видать, оно сразу пошло к нам в средство. и дальше уже просто разобрали в груду камней. Эй, Дина, иди атакой там, сейчас мурлорды пойдут. Вот на таком виде, куда лучше видно, что можно расчистить сейчас, а что нет. Так, у нас уже не хватает еды, чтобы срубить дерево. Не зря я отправила ребят сажать арбузы. И, кстати, на этой территории мы же не сможем снести горы, поэтому наш котелок можно спокойно поставить куда-нибудь сюда. Тут много таких ячеек по одной клетке, чтобы выровнять ландшафт. племя, благодарна тебе. Ну вот и все. Мы, похоже, потратили абсолютно всю нашу еду. У нас осталось всего лишь единица пищи. А арбузы созреют через... через 20 секунд. В принципе, это скоро, поэтому давайте дождемся. Ну, а пока мы ждем, давайте посмотрим, может быть, нам что-то новое из построек доступно. Так, для уютного дома нам не хватает счастья. Для счастья мы можем... Да ничего не можем. Нам нужно улучшать наше главное здание. Для денег мы можем... Опять же, ничего нового. Можем строить старые купальни. Так, ну я думаю, для нас, наверное, первоочередная задача сейчас была бы улучшить главное здание. Для этого надо улучшить три уютных дома. Так, подождите. А наши уютные дома? У нас их, по-моему, всего только два, да. У нас всего два уютных дома и нам нужно построить еще один. Для этого надо повысить уровень счастья. То есть, нам все равно придется что-то строить. Раз не котелки, то может быть, какие-то декорации, которые повысят уровень нашего счастья. Ну давайте я этим займусь уже потом, за кадром. А пока что соберем наши арбузы. Еды нам, правда, это прибавило не сильно много, но тем не менее, хватит, чтобы продолжить расчищать завалы. Так, сюда 50, сюда тоже 50, а сюда, сюда аж 250. Ну давайте, наверное, начнем с вот этой угловой елочки. Вот и все, еды снова нету. Теперь давайте просто отправим рабочих на выполнение каких-нибудь работ. Ну, во-первых, засеем все поля. Во-вторых, что нам еще необходимо? С камнями вроде все в порядке, с досками тоже более-менее. Надо зарабатывать деньги, нам нужно исследовать самолет. Так, у нас остается 4 свободных рабочих, не хочется тратить их на бары, давайте, пускай лучше они пилят доски. Нет, для досок нужна еда. Ну что ж, тогда эти парни пойдут, куда бы вас отправить-то, ребята. Ну ладно, идите, наверное, работайте в баре. У нас остается один свободный рабочий. Так, этот свободный рабочий у нас... Так, чего у нас поменьше все-таки? Ну, пускай да будет камни, рано или поздно, нет, на камни нужно золото. Кстати, смотрите, мы даже все золото потратили, у нас совсем ничего не осталось. Ну что ж, этот один рабочий пойдет... Что ж ты будешь делать? Ты даже в пещеру не можешь отправиться, ни на что не хватает средств, ни золота, ни еды. Что можно делать такого, на что ничего не надо тратить? Даже ума не проложу. Ладно, похоже, этому рабочему ничего не остается, кроме как какое-то время отдохнуть. А я думаю, на этом закончу наш сегодняшний выпуск. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был 1st1. До новых встреч, друзья.